На стадионе «Динамо» в минувшие выходные прошел третий спортивный фестиваль. Его участниками стали спортсмены в различных силовых видах спорта. Поддержать соревнующихся смогли друзья и родственники. А информационным спонсором выступил телеканал РЕН-ТВ Саратов. Екатерина Захарова – одна из участниц фестиваля. Несколько лет назад открыла для себя такой силовой вид спорта, как кроссфит. Говорит, что заниматься им просто, а результаты от тренировок видны в кратчайшие сроки. Тренирует ловкость, силу, выносливость, гибкость. Все эти качества в одном виде спорта – кроссфита. И, в общем, хочу сейчас внедрять это в моем клубе, где я работаю. Из последних сил зачастую преодолевая усталость и жару. Спортсмены борются не за награды и кубки. Они, в первую очередь, испытывают свои физические и спортивные способности на прочность. Стать участником такого спортивного фестиваля может каждый непрофессиональный спортсмен. Организаторы этого мероприятия признаются, что среди начинающих силовиков есть много одаренных. Но стать профессионалом и попасть на российские мировые состязания может не каждый. Ведь для этого необходимо не только желание. Если у человека от природы хорошие силовые показатели, скорее всего, ему будет показан пауэрлифтинг, силовой экстрим. Если у человека хорошие связки – это армрестлинг. Если у человека хорошие силовая выносливость, а также многие другие качества, то это кроссфит. Армрестлинг, русский жим, кроссфит, силовой экстрим и пауэрлифтинг – именно в этих видах спорта определялись победители на ежегодном фестивале. Среди гостей соревнований были спортсмены из других регионов страны. По результатам фестиваля все его победители получили кубки и медали за первые три призовых места.